Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Вы смогли расширить свой кругозор, и я уверен, что эти знания вам однажды очень даже пригодятся, а может быть, вы станете даже специалистом с большой буквы в этой сфере. Ну и к тому же «Открывашка» — это еще и увлекательная викторина. Мы задаем вам по ходу нашей программы вопросы, вы отвечаете на них, дозвонившись по номеру 211-101, и в случае правильного ответа получаете замечательные призы. Как обычно у нас книги, приглашения, но весь список призов мы чуть позже озвучим. Зовут меня Владимир Сметанин, и мой соведущий сегодня Миша Гуликов. Миша, привет. Привет. Как твои дела? Как прошла неделя учебная? Хорошо. Какие оценки получал? Оценки — пятерки, четверки. Ну, у тебя так, напомню, традиционно у тебя такие хорошие, нормальные оценки. Физкультура немного плоховато, а так... Физкультура плоховато? Да, а все остальное — это нормально. Сегодня будет возможность немножко подтянуться по физкультуре, да, подтянемся, подтянемся, благодаря нашим гостям, которые присутствуют в нашей студии. Вы знаете, накануне отмечался праздник, я, честно признаться, даже не знаю, вот как он празднуется, какие-то мероприятия, но наши гости, я думаю, сейчас пояснят. Называется эта дата «Всемирный день карате». Кто бы мог подумать. И сегодня, 8 октября, мы в нашей студии встречаем как раз-таки каратистов. И юных, и уже не слишком юных каратистов. Ну, во-первых, это Семен Сахарных. Семен, привет. 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 Давай какой-то фирменный звук каратистов. Можно сейчас какой-то продемонстрировать? Ну, вы же там что-то такое произносите во время упражнений. Семен, не стесняйся. Ну, как это происходит? ОС. ОС. А что это значит? Ну, переведи, пожалуйста. Подключайтесь уже. Инструктор Кировской Федерации карате, второй дан Сергей Семенихин, собственно, наставник наших юных каратистов. Что сейчас Семен произнес? Он произнес непосредственно тот, ну, скажем так, клич, который говорит о том, что он на все согласен. На все согласен? На все согласен. Спасибо, Семен. Мы, надеюсь, не подведем тебя сегодня. И еще одна наша гостья, это Ксюша Рублева. Ксюша, привет. Привет. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет, Семен и Ксюша? Мне 11. 11. А тебе, Семен? Через 9 дней будет день рождения и исполнится 7 лет. Какая точность. То есть тебе пока еще 6. Ого, а сколько ты карате уже занимаешься? Полтора года. Полтора года. То есть с 5 лет, получается, ты? В 5 лет пришел в карате? Да. Здорово. А ты, Ксения, сколько уже занимаешься карате? Всего 3 месяца. Пришла недавно. Ага. Ну, чуть позже, конечно, поговорим, почему именно карате вы выбрали в качестве такого увлечения спортивного. Но для начала все-таки Сергея Семенихина я попрошу ответить на вопрос. Вот я вас представил, инструктор Кировской Федерации карате, второй дан. Поясните, пожалуйста, что такое второй, что такое дан? Мы сегодня будем подробно разбираться. Доброе утро. Доброе еще раз. Значит, ну, у нас для того, чтобы определять условно значимость и место положения Федерации в школе, существуют уровни мастерства. Да. Вот. Сначала у нас идут ученические ступеньки, которые называются кью. Начинаются они у нас с 10-го кью до первого. То есть наоборот. Наоборот, да. Не с единицы до 10-го, а с 10-го. Начало. Первый кью – это уже конец ученических действий. А что это кью? Как переводится кью? Кью – это ступень. Ступень. Переводится японского. Да. Да. Напоминаем, что карате зародилось в Японии. От этого отталкиваемся. В начале 20-х. 20-х годов, 20-го века. Вот. Гитином Фанакосик. Ничего, ничего. Нормально, продолжаем. У нас вопрос потом на внимательность будет. Вот. И отдан – это уже, так сказать, только начало изучения карате настоящего. Когда занимающийся достигает уровня условно просветления, понимание уже, для чего это нужно, куда ему нужно идти. Вот. И также физическое, техническое мастерство достигает определенного уровня. Он приезжает к мастеру, который принимает у него условный экзамен по своей программе и присваивает уже право ношения черного пояса. А сколько по времени это занимает обычно? Вот пройти все ученические ступени и затем уже профессионалом уже быть? Ну, если не рассматривать условно-физиологические особенности каждого человека, отдельного ребенка, то… Ну, вот в среднем сколько? Ну, 10 лет до черного пояса при постоянных тренировках. А черный пояс, напомните, что это значит? Ну, мы подробно будем говорить уже. Просто вот сейчас вот. Черный пояс – это мастерство. Мастерство. Да. Все, уже профессионал-профессионал. Нет, нет, это только начало. Это первый шаг в мир карате. До этого мы только начинаем понимать, что это такое. Миш, что-то долго идти в мир карате до черного пояса? Да. 10 лет, согласен? Да. У меня 10 лет всего. Может, чуть-чуть полегче выбрать, да? Карате – это путь длиною в жизнь. Поэтому это 10 лет – это, скажем так, преодолеть детский возраст в карате. Как, кстати, переводится слово «карате»? Мы забыли об этом упомянуть. Карате. Миш, ты знаешь ответ на этот вопрос. Да, у меня вопрос к слушателям как раз. А, это ты вопрос зададим? Хорошо, все, пожалуйста, 211-1. Мы начинаем, уважаемые ребята, играть. Внимание, первый вопрос. Миша Голиков. Миш, давай. У нас есть… Нет, сначала вопрос, а потом перечислишь. Как переводится слово «карате»? О, все. С японского. Как переводится это замечательное слово? С японского. 211-101. Пожалуйста, звоните. Мы ждем. И сейчас мы озвучим те призы, которые у нас сегодня имеются. У нас сегодня есть книги. Энциклопедия «Рыцари» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Животное» – 0+. Энциклопедия «Войны» – 6+. Эдуард Веркин «Настоящие приключения» – 12+. Джорджи Адамс «Дикий зверь». Веселая история о свободных кроликах для любого возраста. Быть здоровым и не скучно. Советы, как вырасти сильными и здоровыми. 0+. А дальше уже пригласительные пошли, да? Приглашение на две персоны на спектакль «Сказка о потерянном времени» в Драмтеатре 22 октября в 11.00. 6+. Приглашение на двоих в Котэ-кафе «Зоки». Приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнати. Подарочный сертификат на четыре индивидуальных занятия в школе, современной музыки, практик, практик, практик метод. Ну, в общем-то, у нас немалый такой список призов сегодня. 211.01. Я напомню, что мы задали уже первый вопрос. Дозвонитесь, пожалуйста. Скажите, ну как же с японского переводится слово карате? Если вы, например, воспользуетесь всем известной электронной энциклопедией, там прямо вот в начале статьи написано. Ну, либо в поисковой системе можно прям такие вот ввести слова. Что такое или как переводится карате? Это уж я подсказываю, что можно интернетом пользоваться. Сергей, расскажите, пожалуйста, о своих воспитанниках. Ксюше Рублева, Семен Сахарных. Каких успехов они добились? Ну, в первую очередь, нужно, конечно, сказать, что и вы, и ребята здесь в кимоно находитесь. Да. О кимоно мы отдельно поговорим. Что это такое? Расскажите про своих воспитанников. Ну, самый молодой у нас воспитанник, да, который добился очень хороших результатов в последнее время. Это про тебя сейчас говорим? Ну, путь у него очень длинный был. Год назад... Ну, как длинный? Ну, уже полтора... Семь лет человеку еще скоро исполнится. Это полтора года он преодолел столько трудностей в своей жизни, наверное, сколько уже никому не преодолеть. От такого маленького, непослушного, скажем, ягозы такой, которую нельзя было просто даже поймать в зале. Ну, а как иначе... И превратился в серьезного каратиста. Как иначе, в пять лет, да, сидеть уже смирно и не рыпаться, что называется. Здесь вот уже и включаем свою методику тренировок. То есть каратэ основано на строгой дисциплине. Семен, скажи, пожалуйста, сколько ты времени в день, в неделю уделяешь занятиям каратэ? В неделю я три раза хожу в каратэ. Три раза ходишь на тренировки. Продолжительность каждой тренировки сколько по времени? Час, два, больше? Иногда час, иногда час-полтора. Час-полтора. Расскажи, пожалуйста, про те награды, да, я так правильно понимаю, что это награды именно твои, завоеванные в ходе... Кумитэ, правильно? В ходе соревнований? Да, 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 в ходе соревнований по кумитэ. Расскажи, пожалуйста, где ты все заполучила? Вот это я, второе место я занял полгода назад. А это где соревнования проходили? У нас в городе или куда ты ездил? В городе. В городе у нас. Второе место. Первое место я получил 8 дней назад. Ох ты! Я думаю, можно поаплодировать. 8 дней назад первое место ты занял на соревнованиях. Ну, хочется понять масштаб. Это что, город, район? Там приезжали из других городов к нам? Да, это официальный турнир был, Кубок Кировской области. О! Вот, он проходил у нас 1 октября в Дворце единоборств. У нас уже традиционно приезжают гости из Сыктывкара, Коряжмы, Ухты, Воркуты. Вот. Также мы проводим еще осенью, весной у нас будет такой же точно турнир первенства Кировской области, где еще ожидается больше гостей. То есть у нас наступил такой момент в этом году, что нам даже уже приходится проводить турниры непосредственно внутри клуба для того, чтобы отсеять всех желающих участвовать в соревнованиях. Вот Семен у нас первый раз в этом году участвовал в таком официальном турнире. Да, это был внутри клубный у нас турнир, где он занял второе место. Вот. И он хороших результатов показал. Семен, скажи, пожалуйста, трудно было победить первое место. Это со сколькими соперниками ты сражался? С двумя. С двумя. Угу. Тяжело было? Тяжело. Больно было? Ну, ты превознимок себя. Ты говори, и мы на радио. Ты не просто кивай, ты еще в микрофон говори. Трудно, в общем, было, тяжело. Да. Да. Плакал? Вот так, нет? Не плакал? А вообще у тебя принцип такой есть, несмотря ни на что, не плакать. Какая бы там сложная ситуация ни была. Или не задумывался вообще об этом? Не задумывался. Не задумывался. Хорошо, а можно мы тебя попросим, вот прямо сейчас мы договорились, что ты нам продемонстрируешь какую-то череду упражнений. Как правильно это называется? Семен из кота сделает. Кота? Что такое кота? Это форма. Форма? Это определенная форма заранее спланированных действий, в которых, ну, условно, скрыты приемы карате. Скрытые? Да. Ну, скрытые. То есть, тот, кто не знаком с каратой более подробно, он поймет только основные элементы. Блок удара. А там, скажем так, намного все глубже, на самом деле. То есть, там прием не один. Каждый мастер может по-своему прочитать данные действия. И, соответственно, кота, как форма, носит прикладной характер непосредственно для самозащиты. И это все требует отработки, видимо. Постоянно. Постоянно отработки. Сень, давай, выходи, пожалуйста, на более-менее свободное место в нашей студии. Вот ты уже был там, наушники можно себя скинуть здесь, положить аккуратно. Давай, выходи. А мы посмотрим. К сожалению, мы сегодня лишены возможности видеотрансляции. Наблюдать на сайте hakerwa.ru. Но наша программа в записи, видеозаписи чуть позже будет выложена на нашем сайте hakerwa.ru. И давай, просим тебя. Так, Кишотан. Так. Ну, конечно, мне это сложно комментировать, как не специалисту. Я вижу сейчас череду такой отточенных движений. Видно, что Семен не первый день этим занимается. Спасибо. Аплодируем. Сергей, а вы сейчас, пожалуйста, расскажите, что же это было. Для человека, непосвященного, очень трудно, да, понять. Да, это было одно из кота-штаканов, которых у нас 26 кота насчитывается. Называется тыки-шодан, железный всадник. Вот. Оно рассчитано на обучение спортсмен, ну, не спортсмен в данном случае, каратиста борьбы в замкнутом пространстве. То есть оно происходит по одной линии, только влево-вправо имитирует бой спиной к стене. Соответственно, все приемы, удары защиты, уходы, убирание ноги от подсечек, они рассчитаны именно вот непосредственно для борьбы в замкнутом пространстве. Ксения, ты скажи, ты сейчас с невидимыми соперниками сейчас сражался, да? Да. Можно так сказать. Вот на самом деле вроде никого не было, но ты представлял, что они там пытаются нанести тебе какой-то урон. Ага. Хорошо, давайте сейчас про Ксюшу поговорим все-таки. Ну, Ксения, это у нас солнышко такое. Она всегда улыбается на тренировках. Но бьет больно, да? Да. Улыбает солнышко. Бьет очень больно. Вот, она очень хороших результатов за три месяца достигла. То есть мы ее выделили непосредственно. Вот, надеемся, что дальше будет только еще интереснее. Она продолжит заниматься у нас в карате. Ну, что о ней можно сказать? У нее очень характер такой, можно сказать, ну, пацанский, да, так простому сказать. Она лучше всех мальчиков отжимается, делает упражнения, никогда не жалуется, не стонет. Подождите, лучше, чем мальчики отжимаешься, ты, Ксюша? Да. Ох, ничего себе. Вот, и приходится ее даже иногда ставить в пример, как бы это ни было обидно у нас, да, юношам. Ну, приходится так делать. Девочкам больше усердия, трудолюбия больше. В мальчиках это нужно воспитывать еще. Напоминаем, что у нас вопрос, на который еще нет ответа. 211-101 номер нашего телефона. Миш, напомни, очень простой вопрос. Как переводится с японского карате? Как переводится с японского слово карате? Я сейчас предлагаю, может быть, ответим на этот вопрос сами и зададим следующий. Давай? Пустая рука. Пустая рука. Все очень просто. Верно? Без оружия потребует. Все? Я хочу напомнить. Само карате, да, пустая рука, но там есть приставка до. До – это такое глубокое философское понятие пути непосредственно. То есть это, вот как я еще раз говорю, это путь длиной в жизни. Вот не успели мы ответить на этот вопрос, а уже есть звонок. Алло. 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 Да, добрый день, как тебе? Доброе утро, как тебя зовут? Ярослава. Ярослава. Алло, Ярослава, все верно, да? Да. Да. Ты слышала? Мы, на самом деле, уже дали ответ на вопрос, как переводить слово карате. Да. Ну, ты можешь повторить? Да. Ну, повтори. Пустая рука. Пустая рука. Вот скажи, ты где-то подсмотрела или нас только услышала? Только услышала. Только услышала. Ну, ладно. Раз уж ты дозвонилась, самый первый в сегодняшнюю программу «Открывашка», мы тебя поздравляем. Я думаю, что ты запомнишь на всю жизнь, как же переводить слово карате. И это будет отличным для тебя сегодня открытием. Да. Выбирай, да, выбирай, что ты хотела получить. Ты хочешь книги или приглашение? Книгу. Какую конкретно? Какую? А какие нет? Ой, много у нас книжек есть. Пожалуйста, Ярослава, не клади, пожалуйста, тропку с нашей помощницей. Пообщайся прямо сейчас, она напомнит тебе список призов, которые у нас имеются в распоряжении. И ты выберешь ту книжку, которая тебе больше всего по душе. Ну, а мы будем продолжать общаться. Я предлагаю следующий вопрос задать. Сергей, задавайте следующий вопрос. Хорошо. Да. Давайте я задам такой вопрос. Вы уже слышали это. Наверное, где-то в кино, может быть, еще. Крик в карате. Я дам даже варианты ответа. Это ура, колбаса и киай. Почему именно такие варианты? Интересно. Ура, колбаса и киай. Киай. Кричать же можно что угодно. Простой вопрос. Простой вопрос. 211-101, звоните, пожалуйста. Будьте активны. Все-таки у нас такая спортивная, активная программа. Да, мы с Ксюшей еще не закончили. Ксюша, ну, сама-то, пожалуйста, расскажи, почему именно в карате ты пришла три месяца назад? Почему именно этот вид, это боевое искусство? Я, когда ходила в лагерь, мы пошли на экскурсию на карате. Вот с того времени... Лагерь летний? Да, городской. Вот, мы сходили, мне очень понравилось, пришла на тренировки, начала заниматься, появилась самооборона. Теперь, если встречу кого-то на улице, кто-то на меня нападет, то смогу самообороняться, не применяя всяких ударов. Просто блоки защиты. Все, это часто бывает, на тебя нападают? Нет, просто... На всякий случай. Мне кажется, у нас город довольно спокойный. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. То есть, это основная мотивация? Да. Научиться защищаться, научиться постоять за себя? Сергей, так ли это? Для детишек? Ну, это, безусловно, тоже играет свою большую роль. Но... А что еще такое? Основной фактор, это, наверное, все-таки приобретение уверенности в себе. То есть, наряду с улучшением физической, ну, кондиции, скажем, физической подготовки, мы же учим приемы самозащиты, обороны. И, в принципе, даже если буквально молодой человек, ребенок, девушка, они буквально три месяца уже приобретают определенный навык, и все основные удары и технику защиты они уже осваивают. То есть, у нас экзамены первые на пояс уже проходят через три месяца. Вот, соответственно, по сравнению с неподготовленным, да, каким-то хулиганом, они имеют очень большое преимущество в этом. Пояс у тебя уже есть, Ксюр? Или впереди у тебя экзамен вот-вот уже будет? Впереди. Впереди. Через одну неделю у нас будет аттестация. А там какие-то варианты пояса уже есть? Либо пояс новичка, он один такой, и все? Ну, у нас до восьмого Кью имеется возможность... До восьмого уровня, наоборот? Да, до восьмого уровня, да, у нас имеется возможность сдать через три пояса. То есть, десятый, девятый, восьмой Кью – это такие ступени, которые имеют одну программу аттестационную, да, и, соответственно, от уровня мастерства и физической готовности можно сразу же переступить, как бы, там, две ступеньки. Вот. Все зависит только от сдающего, от каратиста. Миш, давай выслушаем ответ на вопрос. У нас есть звонок. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? Десять. Где ты учишься? В школе. Отлично. А Полина за время участия в программе «Открывашка» уже научила? Научилась? Отвечает. Да. Отстаньте и все. И ответ на вопрос. Киай. Киай. А может, колбаса все-таки? Нет. Ну, ты представляешь, как здорово выходит каратист, каратисты, вернее, на татами. Колбаса, второй, ура, и давай сражаться. Нет? Нет. Не согласна? Правильный ответ на вопрос. Да, да, правильный ответ. Что означает это слово? Вообще, ки – это энергия. По-китайски ци, может быть, слышали, да, в кунфу панда там постоянно очень упоминается. По-китайски, ой, по-японски это ки. Соответственно, киай, да, это энергия, выплескивание энергии в максимальную силу удара вкладывания. То есть крик помогает силе. Полин, ты что хочешь получить? Уже есть конкретный у тебя приз? Приглашение. Приглашение куда? Не знаю. Хорошо, тогда пообщайся с нашей помощницей, пожалуйста, ладно? Вы с ней определитесь, выберите. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Следующий вопрос сразу же сходу пытаюсь, вернее, предлагаю задать. Ксюша, у тебя есть вопрос? Пока что нет. Пока. Хорошо. Сергей, тогда следующий вопрос задавайте, там тоже с вариантами ответа будет. Да, у нас карате еще является соревновательным видом спорта, да, что уже было сказано, он на Олимпийских играх будет представлен. Вот, и хотелось бы задать вопрос, где проводится непосредственно поединок карате. И могу тоже предложить три варианта ответа. Это ковер, площадка и татами. Ковер, площадка, либо это татами. 211-101, это тоже очень несложный вопрос, призы у нас еще есть, так что звоните. А сколько у вас, кстати, уже поединков было таких, Ксюша, Семен? Или ты в соревнованиях еще не участвовала? В соревнованиях не участвовала, но мы все равно ходим вниз на ринг. На ринг. В чем заключается тренировка? В каждой обязательной тренировке присутствует контакт с соперником? Или необязательно? Нет, у нас непосредственно каратэ-шотокан, которым я представляю стиль. Еще раз повторим. Каратэ-шотокан. Шотокан. Это что значит? Ну, в переводе это клуб Геттина Фонакоси, основателя каратэ. Это его клуб. Сосны и волны он переводится. Сосны и волны. Да, Кан – это клуб. Он писатель был, на самом деле, в свое время. И это его псевдоним писательский. У нас вообще присутствует ограничение контакта. А для детского и юношеского возраста вообще запрещен контакт каратэ. То есть это не говорит о том, что мы производим имитацию удара. Мы производим нормальный полноценный удар, только обязательно осуществление контроля. То есть здесь вот еще воспитание ребенка идет через контроль. Он учится контролировать себя, контролировать свои действия, агрессию, собственно, такой метод психологической подготовки. Вот. И поэтому поединки, они не приводят ни к каким травмам. Также у нас присутствует защита. Да, давайте про защиту поговорим. Вот у нас здесь на столе, в студии есть как раз некоторые вещи. Она здесь присутствует. Ну, непосредственно на тренировках мы пытаемся по минимуму использовать защиту, потому что, ну, это такой метод психологической подготовки, чтобы научиться каратисту побеждать свой собственный страх. Да, непосредственно, если носить прикладной характер, да, каратэ, то там на улице не может быть никакой защиты уже, да, не успеем одеть, скажем так. И у нас хулиганы, они тоже не пользуются защитой. Вот. Но на соревнованиях обязательно у нас сейчас вводятся это накладки на руки для того, чтобы обезопасить оппонента, да, дальше на ноги у нас. Они, видимо, бывают как детские, так и взрослые, то есть разного размера. Да, конечно, они разных размеров. Также футы у нас присутствуют, футы и защита голени. Футы. Футы – это то же самое, это вот тапочка, да, она защищает от ударов ногой, а защита голени уже, соответственно, непосредственно защищает голень спортсмена от ударов. И также жилет, который, ну, так, носит кумулятивный характер, да, он силу удара распространяет по всему телу, а непосредственно в точку, как бы, прикосновения удара. Вот. И поэтому у нас травматизм очень на низком уровне, на самом деле, хоть и каратэ называется. Вот. Но еще раз хочу сказать, это не говорит о том, что каратэ у нас какой-то как танец слабое, что-то еще. То есть все по-серьезному, на самом деле? Конечно, конечно, все по-серьезному, то есть. А что касается возраста, с которого вы бы порекомендовали начать занятия, ну, мы знаем, вот, да, Сеня в 5 лет пришел, Ксюша только-только в 11 лет начала, да, заниматься? Семен пришел на таком пике, так сказать, открытия у нас клуба, и тогда не было еще таких групп возрастных, да, не было распределения, вот. И он занимался, на самом деле, с мальчиками, которые уже, там, на 10 лет старше него были, там, 15-16 лет. Ну, они посмеивались наверняка над ним, нет, потому что-то не предавали. Это он над ними посмеивался, его не могли догнать просто. На самом деле было так, Семен? Да. Да, молодец. Вот, и он очень быстро именно непосредственно, то, что со взрослыми, и воспитательный процесс очень быстро прошел, и подготовка как спортсмена его в этом плане очень быстро прошла. Вот. Ну, то есть, нет такого уж строгого-то ограничения? 5 лет нормально. Мы начинаем обычно не раньше 4-х лет, брать. Вот я, да, вот я лично тоже по личному опыту знаю, что вроде как раньше, чем 4 года, ребенка не берут в каратэ. А почему? Нет или бывает? Нет, нет. Само по себе даже понятие отдать 4 ребенка в каратэ, это, ну, довольно условно, это отдать к тренеру в каратэ, или в клуб каратэ отдать можно. Ну, все равно идет подготовка общефизического плана. То есть, сначала мы воспитываем тело, дух, терпение учим обязательно. У нас есть такое упражнение, называется муксо, медитация, перец, для детей это очень носит такой характер, учиться терпению. Нужно сидеть с закрытыми глазами и не шевелиться, да? Время он постоянно увеличивает. Ксюша, покажи, пожалуйста, можешь сейчас показать, как это? Муксо. Муксо, как это выглядит? Так. Нужно сесть, да. О, золотас это какая-то или нет? Нет, нет, на коленочке нужно сесть. А, тогда не буду уж что-то заставлять, ну, то есть, на колене, на колене нужно? Руки, руки, тоже на коленки и закрыть глаза. И так? Пока тренинг не нужно. Кто сколько выдержит? Нет. Какая задача станет? Значит, для детей эта задача ставится именно научиться терпению. То есть, входить в медитацию, они просто даже не понимают, что это такое, да, ну, мы не пытаемся их это учить. Это момент сосредоточения, сконцентрироваться непосредственно на занятиях, забыть о всех проблемах, которые у них окружают в садике, в школе, где-то в семье, так сказать, как восточной мудрости, чтобы налить стакан, нужно, чтобы он был пустой. Вот мы пытаемся опустошить голову детей, да, для того, чтобы уже наполнить их знаниями каратэ. Вот, а для детей это очень воспитывает терпение, они очень терпеть. Для них, на самом деле, просидеть там 10-15 секунд спокойно, не шевеляясь, это очень большая проблема. Большая работа такая над собой. Да, над собой. Миша, у нас есть слушатель, давай, приветствую. Привет. Алло. Как тебя зовут? Данила. Где ты учишься? В школе номер 32. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Данила, ты каратэ занимаешься? Нет. А каким-нибудь спортом? Да нет. А хотел бы в каратэ пойти, не знаю. Ну, может быть. Может быть, но ты подумай, подумай. Время у тебя есть, а вот время отвечать на вопрос, мы тебя просим прямо сейчас. Давайте напомним. Татами. Место для поединка каратэ. Да. Ну, правильное слово уже. Соревнование, да, правильно. Татами, да, действительно. Тебе кто-то подсказал? Или ты знал? Ну, мы тут. Что-что? Сидим, думаем. С другом? Ну, и с бабушкой. А, понял. Хорошо, ладно. Не буду больше пытать. У тебя есть конкретный прицел на приз какой-то? Нет. Есть книжки, есть приглашение. Хорошо, тогда не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашей помощницей. Она тебе напомнит, что у нас есть за призы, и ты определишься с конкретным. Вот у нас будет еще один гость. Сейчас небольшая у нас скоро будет музыкальная пауза. Ну, мне бы еще раз хотелось, чтобы и Ксюша, и Семен, по возможности, проговорили и сказали, для чего заниматься каратэ стоит. И советуете ли вы ребятам это делать? Ну, и потом Сергей, ваш наставник, подключится. Я очень советую вам заниматься каратэ, так как вы всегда будете себя держать в форме, и у вас появится самооборона. Навыки самообороны. Конкретное умение. Ксень, ты посоветуешь людям, ребятам, девчатам заниматься каратэ? Чтобы защищаться от ударов. Но ты, кстати, и ты, Ксения, намерены долго заниматься каратэ? То есть достигать каждый раз определенного уровня мастерства, получать поезд, разряд, простым языком выражаясь. Намерены? Да. Намерены. Сергей, подскажите, пожалуйста, сколько у вас на опыте, профессиональном опыте, таких ребят, которые начинали прямо с молодых ногтей, что называется, и дошли до очень больших высот в каратэ? Много таких? Ну, до высот, на самом деле, немногие доходят, потому что выдерживать такой темп, постоянное увеличение нагрузок. Вот, и надо же... Ну, плюс еще жизненные обстоятельства всевозможные, да, что-то появляется. Конечно, вот. Поэтому, конечно, в процессе отсеиваются. Кто-то ставит определенную цель, например, научиться самообороне, там, драться, да. Он достигает этой цели, считает, что он все уже умеет и, ну, уходит в другой, условно, спорт. Кто-то улучшение своих физической кондиции ставит задачу. По процессе решения задач, ну, они, конечно, переходят в другой, но это ничего страшного. То есть, здесь именно и нужно, что черный пояс может получить только человек, который, ну, идет по пути длиной в жизнь, еще раз скажу. А, кстати, а кого больше, девчонок или мальчишек занимается? Мальчишек. Мальчишек больше? Мальчики, они вообще должны в любом случае какую-то посещать секцию. То есть, это же воины, защитники. Наш мир так построен, что нам приходится защищать себя. Вот, поэтому мальчику необходимо даже посещать. Вот, девочке это уже нужно такой характер иметь. Вот, не каждая девочка сможет просто даже все это, так сказать, пережить. Спасибо большое за этот разговор. Очень интересный и увлекательный. Сергей Семенихин, инструктор Кировской Федерации карате, второй дан. Через минутку мы будем ждать в нашей студии Сергея, тоже Сергея, но уже Филиппова. Это соучредитель Федерации карате Кировской области, тоже второй дан. Сеня и Ксюша у нас остаются в студии. Сейчас небольшая песенка интересная. И мы дальше будем говорить еще про то, что такое кимоно, про цвета поясов, про карате как боевое искусство, про устав. Это же тоже немаловажные очень вещи. Все через минуту. Еще раз им доброе-доброе утро, большущий привет, хорошего настроения. Желает команда от Крыбашки вам в этот воскресный, не слишком теплый день. Ведем передачу мы, Миша Голиков и Владимир Сметанин. Еще раз доброе утро всем. Да, доброе утро. Сегодня в честь Всемирного дня карате, который отмечался вчера, 7 октября, мы пригласили в нашу студию людей, которые занимаются карате, занимаются профессионально, давно, очень серьезно. И вот наш новый гость Сергей Филиппов, соучредитель Федерации карате Кировской области, второй дан. Сергей, доброе утро. Доброе утро, уважаю. Ребята по-прежнему с нами. Так, Сень, что ты закашлялся? Все в порядке у тебя? Так, Семен Сахарных и Ксения Рублева. Ребята, которые занимаются карате. Семен сказал, что ему будет через несколько дней 7 лет исполниться. Занимается он карате с 5-летнего возраста. Стаж занятий карате у Ксюши не такой большой. Ксюша, тебе 11, и ты занимаешься 3 месяца карате. Ну, уже определенные успехи. Кстати, планируешь в ближайшее время в каких-то соревнованиях участвовать? Да. В любом случае должны быть в жизни каратиста соревнования, если он хочет развиваться и расти дальше профессионально. Правильно я понимаю? Сергей, так это, да, Виль? Конечно. Безусловно, что... Расскажите, пожалуйста, про систему соревнований, которая существует в карате. Ну, система соревнований, она сейчас все больше оттачивается. И это связано с тем, что карате выходит на олимпийский уровень. Вот, поэтому здесь... Не проговоритесь только. Дату не говорите, пожалуйста, когда в олимпийские... Хорошо. Потому что у нас будет с этим вопрос связан. И, кстати, я предлагаю сейчас его задать. Да, простите, перебил. С 2016 года карате считается олимпийским видом спорта. Но ни разу его не было на Олимпиадах. Когда будет первая Олимпиада, где будет карате? Год назовите. А давай варианты сразу назовем. Варианты. Да. 2018, 2020 и 2040. О, вот так вот. 18, 20 или 40. Это все 2000. Вот, пожалуйста, ответьте нам, когда же в летних Олимпийских играх будет такая дисциплина, как карате. Продолжайте, пожалуйста. Ну, так вот, правила соревнований, они, конечно, совершенствуются. Потому что необходим ряд требований. Прежде всего, это, конечно, чтобы дух карате оставался. Один из требований, чтобы люди могли приходить, это был доступный, так скажем, массовый вид спорта. Вот. И, естественно, здесь и условия, и безопасность. Поэтому... Мы уже проговорили, да, про средства защиты. И сами правила соревнований тоже требуют по разным уровням, которые, детские соревнования, ну, для взрослых, они отличаются. Но, тем не менее, безопасность стоит на первом уровне. Все-таки людям нужно приходить в карате и не бояться, что они здесь травмируются или что-то с ними произойдет. Кстати, а мы вот определились с минимальным, так сказать, планкой возрастной. Да, вот пять лет пришли в карате, четыре, там, кто-то года пришел в карате. А самые возрастные спортсмены? Сколько им? Ну, самые возрастные, наверное, это можно, конечно, найти по видео. Это окинавские мастера или японские мастера, где проводится очень красиво фестиваль или соревнования по карате, где в дисциплинах, ну, в частности, больше, наверное, в кота, вот, участвуют мастера, которым где-то, наверное, уже за 70 лет, за 80 лет. И рядом с ними участвуют такие же, вот, как наши гости в студии, наши ребята, такие же молодые спортсмены. И они там ходят, общаются, то есть их объединяет единый дух карате. Это очень красиво смотрится. И, честно говоря, когда смотришь такие моменты, такие соревнования, так и хочешь, чтобы это происходило и у нас, в России, и, в частности, в нашем городе Кирове, когда и с возрастом, те, кто, может, уже и не занимается, но присутствует на соревнованиях, которые посвятил свою жизнь карате, и продолжает его хотя бы вот так приходить и болеть за своих. Давайте примем звонок. Миша, принимай звонок. Привет. Напоминаю вопрос. Миша, привет. Как тебя зовут? Саша. Привет, привет, Саша, привет. Привет. Ответ на вопрос. Да, это Саша Копылевич. Это 2020 год. Правильно. Это, напомню, Саша Копылевич, да, Саша? Да. Да, один из ведущих открывашки. Как твои дела, Саша? У меня все хорошо, просто отлично. Все хорошо. Давай мы тебе желаем, действительно, чтобы в школе все у тебя было замечательно, и вне школы, и правильно ты ответил на вопрос. Знаешь, какие призы-то у нас есть? Или все-таки... Знаю. Я хочу пригласить на билет в ЗОКи. Есть у нас такой? Да. Есть, все, отлично, Саша. Удачи тебе и до встречи. Спасибо, всего хорошего. Так, продолжаем нашу беседу. Давайте поговорим теперь про... С этого, может быть, нужно было начать, но все-таки мы добрались, наконец-то, и до этого. Кимоно. Вот ребята у нас в кимоно находятся. Что такое кимоно? Какое переводится? Для чего? Хорошо, этот вопрос задается. У нас как бы общепринято называть этот костюм кимоно. Хотя кимоно – это национальная одежда Японии. Костюмы для занятия спортом, именно каратэ, и раньше они назывались ги, называется ги. Ги. Каратэ ги, дзюдо ги, то есть тот костюм, в котором наиболее удобно заниматься, выполнять какие-то упражнения. Поэтому это больше называется каратэ ги или просто ги костюм. Я смотрю, это такой специальный покрой свободный недостаточно, чтобы не мешало движениям ни рук, ни ног, ни других частей тела. Это тоже, кстати, очень интересный вопрос, потому что изначально даже есть фото старое, когда сами те мастера занимались во главе с Гетином Фанакоси. У них они коротенькие, достаточно узкие. Поясов, кстати, таких не было, были просто подвязки, такие как поясом, завязывались коротенькие. Особо узелочек был такой затянутый без всяких усов. Но со временем костюмы стали претерпевать изменения. Сейчас они, кстати, прикладывают усилия многие фирмы известные, изучают их, в частности, японские фирмы, и по ним стали европейцы, мировые, и Адидас, разные фирмы. Они стали именно с учетом тех возможностей, которые проявляются на соревнованиях, стали делать костюмы. И существует два вида костюмов, по крайней мере сейчас они идут уже как в правилах соревнований. Отдельно костюм для исполнения кота комплексов и отдельно костюм для комитета. Если посмотреть, то можно увидеть, что костюмы для исполнения кота, у них брюки более укорочены, рукава тоже, и они достаточно объемные, так сделаны. Причем при выполнении комплексов так делается, что костюм не мешает, то есть полы все застегнуты, все это сделано. А вот для кумите там с длинными рукавами и брюки с длинными, для того, чтобы закрывать защиту. Кумитета, еще раз напомним, это поединок. Ну, дословно переводится куми, столкновение, это рук. То есть соревнования. Да, соревнования. Соревнования кумите. То, что в кино нам показывается, ну уж извините, что задают этот вопрос, это как часть массовой культуры. Есть доля, просто здесь очень интересный момент затрагивается именно, ну, я бы сказал, традиции или психологии какой-то. Потому что приходящие загораются увиденным, услышанным, приходят и с желанием заниматься, и думают о том, что сейчас у них все получится. У них действительно получается что-то на первом этапе, но потом они сталкиваются с трудностями, которые нужно преодолеть. Если они их не преодолевают, могут уйти, а могут дальше продолжить, потому что начинает очень много, а вот двигаются не все. Вот, и поэтому здесь какая-то доля есть. Именно это интересно всегда затрагивает, что сначала идет какой-то успех, огонь, потом он гасится, и вот он дальше загорается снова. И это очень ценно, я считаю, что для вас, ребята, слушатели, это важно, научиться вот через эти маленькие преодоления, преодоление себя, своих страхов, своей лени, чего другого, идти, двигаться. Поэтому какая-то доля здесь правды есть обязательно в фильме, она имеет свое место. Ксюша, Семен, а у вас есть какие-то кумиры, на которых вам хочется равняться, вот именно в каратэ, именно в владении приемами, в целом, как бы его искусств? Да. Есть кумиры, кто нравится? Семен, кто? Кто? Да, тебе. Ну вот человек, который занимается единоборствами и очень-очень нравится прям. Ну, может быть, это какой-то киногерой, актер, или другой человек. Брюс Ли. Брюс Ли? Брюс Ли. Ну, знаменитый, один из, да, великих мастеров. Хорошо, а тебе, Ксюша? Мне нравится Джеки Чан и, конечно же, наши тренера. Отлично. Джеки Чан и ты, и тренер, и у тебя все вместе. Ну, Джеки Чан-то каратист ведь, да, действительно? Не совсем. Не совсем у него. Ни Брюс Ли, ни Джеки Чан, они... Они не каратисты? Нет, мы их просто знаем по фильмам. Как таковы они занимались другими практиками. В частности, там, Джеки Чан, он вообще как бы занимался, насколько история говорит, он занимался китайским балетом, а там есть виды боевых искусств. Элементы какие-то. Ну, и, конечно, это его талант, безусловно. Что касается Брюс Ли... Харизма, как говорят, да. Что касается Брюс Ли, то же самое, но нужно отдать должное, что эти люди занимались боевыми искусствами. Действительно, это можно найти, в принципе, на сайтах, если ребята вас это заинтересует, вы можете поискать и найти истории, как раз связанные с Брюс Ли и Чеки Чаном их восхождение. Давайте следующий вопрос зададим нашим слушателям. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Сергей, пожалуйста, задавайте вопрос. Есть еще. Вопросы простенькие. Да, простенькие, с вариантами ответа. Как называется, правильно, пояс по-японски? Варианты ответа. Ремень, шнурок, оби. Ремень, шнурок или оби. Я рекомендую вам, ребята, если вы слушаете с самого начала открывашку, то поступать по принципу предыдущих ответов. Там у нас ура, колбаса была и какое-то слово непонятное. Вот вы звоните ей, то, что непонятно произносить. Подсказка такая. К поясам тогда, кстати, логично нам перейти. Сколько вообще видов поясов, их цвета, от чего это, что это значит? Я начну, наверное, с историкой. Сегодня это, кстати, моя задача. Времени, моя задача, не так много, но все-таки. В старые времена поясов не было. Как таковых было разделение мастера и ученик. Это появилось гораздо позже. И, ну, есть такая версия, она, наверное, оправдана тем, что в свое время Агитин Фунакоси общался уже с Канодзигора, когда существовал Кадакан. А в Кадакане были введены ранги пояса. И это как бы явилось тем, что было решено ввести систему карате тоже поясов. Простите, перебью вот тот человек, имя которого сейчас упомянули, и уже не первый раз оно звучит. Это основатель карате, да? Хорошо, что вы меня это спросили, потому что с этого бы стоило начинать. Это его можно назвать как основатель современного карате. Современного карате. Давайте еще раз повторим. Это... Витин Фунакоси. Фунакоси. Зачем современная карате от другого отличается? Изначально это было как бы боевое искусство, вот, и оно называлось карате дзюцу. Тогда оно еще карате носило название больше китайское, так как если исторически, нужно, вот, хотелось сразу сказать, что нужно учитывать исторический момент. И в те времена Акинава, она больше общалась с Китаем, чем с Японией. И поэтому, естественно, какие-то были свои ввозы, как пишет история, там, товаров, общений каких-то, включая боевое искусство, вот. И то боевое искусство, которое существовало тогда, оно называлось кара, как китайское попозже, а изначально оно вообще называлось Те, даже называлось по названию городов, Наха, Нахате, Сюри, Сюрите, вот. И, естественно, что носило совсем другой аспект. Занимающихся было не так много, и карате носило больше самооборону, вот, и обучение шли маленьких количеств, маленьких групп. Вот, заслуга мастера Фунакоси, как учитель, это для меня один из примеров его, в том, что он, занимаясь этим, решил все-таки, или выбрал из всех тех мастеров, он единственный, кто взял на себя эту миссию, сделать это искусство общедоступным. Соответствующие появились после, ну, не сразу, конечно, и правила определенные, и комплексы, и методики. И мне бы, конечно, еще вот хотелось так добавить, может быть, для родителей больше, что шатакан, карате – это первый стиль или направление, которое научно стало изучаться, это уже позже, одним из учеников Накаяма, мастера Накаяма, учеников Фунакоси, который работал заведующим кафедрой в университете Токусоку. И карате стал шатакан именно из участия, с точки зрения науки. Это соответствующие разработки технологий, методик, что позволяет и сейчас дальше карате развиваться уже, как спорту. Вот, поэтому это существует сейчас. Прошу прощения, мы к поясам вот уже, про пояса более подробно вернемся после того, как услышим ответ на вопрос. Алло. Алло. Доброе утро, как тебя зовут? Алина. Алина, ты не первый раз, да, уже участвуешь в нашей программе? Нет, отлично, отвечай на вопрос, там три варианта ответа было. Я думаю, что это обе. Еще раз? Обе. Ну, правильно. Напомните вопрос-то. Как называется пояс? Пояс, да, да. Это не шторок, это не ремень, а именно тем самым японским словом. Хорошо. У тебя есть приз уже, ты представляешь, что хочешь получить? Нет, хорошо, тогда пообщись, пожалуйста, с нашим помощником, с нашей помощницей, она тебе расскажет те призы, которые еще остались, и ты определишься. Итак, пояса. У нас 2-3 минуты остаются до конца. Хорошо. Пояса в карате. Значит, пояса в карате – начало. В основном это белый пояс, но иногда еще существует 10-й кю, это красный пояс. Давайте по порядку, самый первый пояс, который может получить. То есть, включает это красный в некоторых школах, во многих школах, а так идет дальше белый пояс. Белый. Белый. Почему белый? Белый как начало. Как начало, как чистый лист, и, собственно, зависит все от тебя, к чему ты приедешь. Да, это белый пояс. Следующий пояс идет желтый, то есть он немножко начинает обретать другие окрасы, это первое знакомство, это седьмой кю. Далее идет зеленый пояс, то есть приобретение некоторых качеств. И дальше идет два пояса синих, как раз два пояса синих. Сразу два? Два. Они идут сразу два пояса, или сначала один синий, потом другой синий. Но там идет, как бы, да, носится, как правило, один и тот же пояс, но как раз на пятый и четвертый кю. И дальше идет три коричневых пояса, то есть третий и второй кю – это коричневый пояс, то есть тот цвет, который уже подготовливает, подготовливает уже к мастерству, вроде как к мастеру, но еще не мастер, как бы претендент. Это коричневый. И после этого начинается, только все и начинается, как мне в свое время сказали, когда начинается восхождение по уровню мастерства. Это черный пояс. Есть красивое такое выражение «черный пояс невозможно испачкать». Вот. Поэтому он одевается, когда получаешь первый дан, и дальше начинается движение. Пояс, если человек действительно занимается, он постепенно начинает стираться. Здесь опять идет такой своеобразный, да, он становится белым. Ну и от занятий таких, да? Да, да, да. Поэтому его не стирают, он бережется, этот пояс, и в нем работают. И поэтому, если посмотреть на пояса уже таких высоких уровней, то они у них практически белые. Вот может быть какая-то метафора от начала, как только начало белый пояс, возвращаемся, проходя через все снова к белому поясу. То есть закольцевание, собственно, этот пояс закруглили, и это все превращается в бесконечность. Да, бесконечность. Такой образ, да, очень мощный. Ну вот по поясам. А если несколько слов, ну понятно, это не просто боевое искусство, это некая философия, это стиль жизни, это смысл жизни. Вот какие-то основные моменты, что исповедует человек, профессионально занимающийся каратэ, какие-то принципы его естества, что ли, не знаю. Ну, наверное, тут больше говорить не о том, что человек исповедует, а что как бы закладывалось, по крайней мере, мастером фонакоси. Ну вот этот, судя по, даже если изучить его историю, его жизнь, можно сказать, что человек был и учитель, и миротворец. Вот, соответствующее, он вкладывал то, что вкладывали не у учителя. Передо мной лежит книжка, которую я в свое время читал. Здесь как раз вот описано, он описывает, это называется «Мой образ жизни», каратэдо «Мой образ жизни». Он им пишет, как те мастера, известные того времени, у которых он занимался, вкладывали вот эту суть, саму каратэ, где нет агрессивности. Вот, то есть, владение, казалось бы, оружием, действительно оружием, которое признавалось, признается до сих пор. Вот, тем не менее, вкладывается некая составляющая, которая несет разум, разумный подход к деятельности, некое вот проявление уже крайней меры только своих приемов каратэ. Хотя это вопрос для многих может быть и спорный, вот, но все-таки до то, которое появилось после понятия дзюцу, как искусство, оно произошло именно в этот период, и в этом принимал, конечно, и мастер Фунакоси участие. Поэтому здесь как путь длиной в жизнь можно определяться, вот она философия. И тренировка, и тело, и разума, все-таки научиться управлять теми своими состояниями эмоций и отдавать себе отчет, что ты владеешь оружием, которое у тебя есть. Это благородство. Вот, одно из черт каратэ, в частности, то, что писал мастер Фунакоси про каратэ, это благородство воспитания. Вот, ну, в наше время, как бы, есть то, что есть, всякое бывает, но все-таки, по крайней мере, у нас, в нашей федерации, как бы, здесь все-таки благородство. В общем, изначально мирный смысл во все это заложено. Изначально, наверное, все-таки был смысл, может быть, все-таки был более боевой, хотя, как сказать, ведь люди защищали свою жизнь, своих близких. Но сейчас это переросло в наше время больше в понимание путей, как некого самосовершенствования. Мне вспоминается, почему-то кто к нам с мячом придет. Да. Есть какое-то, да, тут сходство. Есть история, да. Да, спасибо большое, спасибо. На этом детская познавательная программа «Открывашка» сегодняшняя, от 8 октября, завершается. Я благодарю наших сегодняшних гостей и очень много интересной информации, полезной, да, Миша, сегодня прозвучала, да. Как-то с одной, с другой стороны, как-то даже вот такое боевое искусство, как каратэ, для меня, по крайней мере, открылось. Вполне возможно, не исключаю, что сегодняшняя программа послужит для кого-то из наших слушателей, для ребят такой отправной точкой, когда захочется узнать побольше о каратэ, прийти, заниматься, в конце концов. Спасибо большое, я благодарю и желаю большущих успехов нашим юным гостям. Семен Сахарных, Ксюша Рублева, занимайтесь, несмотря ни на что. Хорошо? Хорошо. Старайтесь быть первыми, ну и показывайте своим примером, пример выдержки, силы, мужества и так далее. И наш гость Сергей Филиппов, соучредитель Федерации каратэ Кировской области, второй дан. Спасибо большое за визит к нам сегодняшний. На этом «Открывашка» завершается. Еще раз поздравляем всех тех ребят, которые сегодня у нас выиграли призы. Ровно через неделю встречаемся здесь же. Не проспите. Всего доброго. До свидания. Пока. Детская познавательная программа «Открывашка».